Эксклюзив! Принцу вернут денежное обеспечение. Сотрудник принцессы Уэльской бежит из дворца. Почему с Кэтрин не хотят работать? Меган едет в тур. Принц Гарри, где он появится. Множество новостей на канале Deutsche News. Всем огромный привет! Вы смотрите канал Deutsche News. Меня зовут Альбина. Как прошли ваши выходные? Спасибо огромное, что смотрите. И хочу попросить вас, если вдруг получилось так, по случайности, или забыли просто, подписывайтесь на наши каналы, на Амор и Ройл и на Deutsche News. Спасибо за комментарии. И если вы не забываете ставить лайки, то вообще вы наш лучший зритель. Уважаемые зрители, все подробности прилета, приезда, принца Гарри, герцога Сасакского в Лондон, где он живет, мировая реакция, с кем встречался он из своей семьи, а также абсолютно все фотографии и видео вы увидите на нашем канале Амор и Ройл. Смотрите, пожалуйста, сразу после этого ролика. Примерно в 8 часов вечера выйдет выпуск на Амор и Ройл. Все подробности, без исключений. Хочу начать с принцессы Уэльской. Вот первый сотрудник, который от нее сбежал. Сбежала и еще раз сбежала. Так бежала, что добежала до того самого знаменитого повара. Джейми Оливера. Именно его я имею в виду. Помните, мы на наших каналах вам рассказывали, что новый секретарь появился у Кэтрин, принцессы Уэльской. И что? Проработала всего ничего, не смогла найти себя в Кенсингтонском дворце. И, конечно же, сбежала вновь к этому самому знаменитому повару. Все это, конечно же, интересно. Но то, что от нее сбежал работник, вот она ничем не лучше, чем та самая Меган Маркл. Именно в этом ключе это все обсуждается. Как это могло случиться? Как могло такое получиться? Сенсация! Ведь Кэтрин, само спокойствие, а здесь не сработало. Элисон Корфилл, так зовут пиар-гуру, перед которой все падают. Ниц хвалят ее профессионализм. Говорят, что она могла свернуть для Кенсингтонского дворца горы. Ее наняли для того, чтобы она все изменила, перепланировала, и чтобы Кенсингтонский дворец, и в частности команда принца Уэльского и принцессы Уэльской, выглядели более современно. И это было ей поручено. И теперь The Telegraph нам рассказывает о том, что она не захотела быть публичной, поэтому сбежала к тому самому знаменитому и очень даже публичному Джейми Оливеру. Я, конечно же, сейчас язвлю, но приватный тур и Южный парк, этот мультик, помните все, ничего вам это не напоминает? Человек захотел приватности, и это основная причина. Ну, я думаю, что что-то не сошлось с ее планами, скорее всего, она многого хотела. Ну, а команда Кенсингтонского дворца привыкла работать по старинке. Раз ее идеи не принимают, то, конечно же, это обидно, и она сбежала. Газеты, опять же, хвалят и подчеркивают тот момент, что она сделана из другого теста. Ей 51 год, у нее трое детей, и она всегда говорит и выражается прямо, не скрывает того, чего хочет добиться. У нее полный портфель достижений, но до сих пор принцесса Уэльская и принц Уэльский работали с типичными дворцовыми работниками. Значит, что-то могло пойти не там. Неужели у Кэтрин выросли коготки, и она может с кем-то враждовать? Карибские острова. Нравятся они вам или нет, обязательно пишите. Отдыхали там или нет, также можете написать. Мы там с Кариной и семьей никогда не бывали. Но хочу сказать, что скоро там появится Меган Маркл. Инсайдер из Монте-Сито рассказал о том, что тур на Карибы зарезервирован семьей Меган Маркл. И что тут интересного? Люди хотят поехать отдыхать. А интересное здесь совсем другое. И, возможно, зарезервировали его не просто так, а для того, чтобы напугать ту самую королевскую семью. О чем это я? Дело в том, что тур на Карибы зарезервирован на день рождения Арчи Харрисона. На 6 мая. Вот. Представляете? То есть не коронация у нас будет на завтрак, обед и ужин. А Карибы. Солнышка захотелось. Не хватает им солнышка в Калифорнии. Не знаю, насколько можно доверять этой информации. Посмотрим, как будет развиваться эта тема дальше. Но сейчас Меган борется за балкон. Я вам об этом рассказывала. И я надеюсь, что вы смотрели выпуск на канале Amore Royal. Настолько интересный и горячий. Если вдруг не смотрели, ссылку вы найдете в инфобоксе. Мне кажется, что Меган Маркл и ее команда вполне способны на то, чтобы напугать Букингемский дворец таким образом. Вот. Мы плевать хотели на вашу коронацию. Поедем загорать на Карибы. Вы не поверите, что я вам сейчас расскажу. В какой скандал вновь попадает этот принц Гарри. И сейчас я не о том суде, который начинается сегодня, в понедельник. Я говорю о соборе святого Павла. Исторический памятник зальют кровью. Понимаете, да? То есть проецирует сосуд, залитый кровью, на этот самый памятник. И что вы думаете в честь чего это? Это правильно, уважаемые зрители, из-за высказываний и громких, неоднозначных слов герцога Саскского. Принц Гарри, который признался, что это пешки, он представлял их как пешки и сказал, что он убил 25 человек. Вот такая вот ассоциация возникла у людей. И они хотят обратить на это пристальное внимание всего сообщества. То, что член королевской семьи Великобритании убивает людей, представляет их как пешек. Мы увидим сосуд на фоне этого исторического здания. Что вы об этом думаете? Если честно, я просто поражаюсь, в какие только он истории не попадает. Добавляет ли это ему популярности? Мне кажется, с одной стороны да, но с другой стороны, боже мой, сколько грязи. Но и это еще не все. Люди сдавали кровь. Понимаете, да? То есть, они сдавали кровь, зная, на что пойдет их собственная кровь. И королевский герб, герб Винзоров накачают этой самой настоящей человеческой кровью. Я не верю, что я это говорю, но вот за что купила, за то и продаю. Все газеты об этом буквально кричат, что королевская семья из-за принца Гарри буквально окажется залита человеческой настоящей кровью, не фальшью. И это все происходит здесь и сейчас. В этот же день, когда спроецируют этот сосуд на собор святого Павла, этот человек, который организовал эту акцию, призывает людей, которые воевали в Афганистане, прийти и сдать кровь или прийти к собору, чтобы выразить свой протест королевской семье и в частности герцогу Сасакскому. И я вам хочу напомнить, что собор святого Павла выбран не случайно. У меня даже мурашки похожи, трудно говорить, першит в горле. А там, когда-то, много лет назад, сочетались браком те самые принц Уэйский и принцесса Диана. Это только часть айсберга, очень много подробностей. Скорее всего, буду рассказывать вам и в следующих выпусках, что вы об этом думаете. Обязательно идите и пишите в комментариях. И невероятный скандал разгорается у нас на глазах. Боже мой, чем это все может кончиться? Не поверите. Из Европы этот скандал тянется огромным шлейфом до Америки. Американские СМИ все эти дни нам рассказывали о том, что в США приезжает все больше и больше изгнанных королевских персон. Конечно же, речь шла о датском принце Иохиме и его семье. Что тут интересного? Подумаешь, американцы там развлекаются и считают своих королевских персон. Ничего. Но королева Маргрета, которая перенесла операцию и выздоровела, творит такие дела, оказалось, что она дружит с премьер-министром Дани. И оказалось, что в обход всех правил она назначила своему сыну обеспечение, которое он будет получать в обход всех правил. То есть то, что произошло. И я вам рассказывала, что она лишила его детей не только титулов, но и всю семью она лишила обеспечения, которое они получали. Теперь они будут получать, хотя не должны. Еще раз. Принц Иохим и его детей лишили титулов и лишила его собственная мама, королева Маргрета, королева Дани, правящая. Теперь они назначены, работают в США, представляют Данию. Об этом я также вам рассказывала. Они там будут работать, жить, получать зарплату. Все это будет происходить осенью. Ну а сейчас мы узнаем, что они еще, к тому же ко всему, будут получать ежегодно обеспечение в размере 3 миллиона 800 тысяч, скорее всего, долларов имеется в виду, а может быть и евро. Вы увидите точно на экране. Да, он не шуточный. То есть получается, что она сделала все по-своему. Всем людям сказали, что вот вы не будете за это платить налоги, они ничего не будут получать. Мы их лишим, сокращаем королевскую семью. Но на самом деле Маргрета, которая знакома, естественно, с правительством, провернула свой собственный план и не обидела своего сына. Плохо это или хорошо? С одной стороны, конечно же, хорошо, но с другой стороны, всех опять обманули. И зачем была вся эта шумиха? Но и это еще не все. Конечно же, все кинулись смотреть, что лежит в карманах у этого принца Иохима. И оказалось, что он сказочно богат. И я совершенно не шучу. 250 миллионов есть у него. Кроме этого всего, у него огромное количество недвижимости. Он зарабатывает на том, что он сдает в аренду недвижимость. У него есть роскошнейшие виллы. Кроме этого, у него множество акций. Короче говоря, он еще будет получать огромную зарплату. Аташе Дании при США. Я вам рассказывала об этом. И это все делает его крайне богатым. И тут еще 4 миллиона практически каждый год будет ему капать. А он еще недоволен и жаловался. И теперь те, кто критиковал Маргрету, кинулись грызть этого Иохима и его семью. Так что скандал будет просто такой. Ну, не знаю. Посмотрим, что будет дальше. Что вы об этом думаете? Пишите, как я уже сказала. Невероятно. Мы их жалели, а оказывается, вот оно что. И я хочу обратить ваше внимание на принца Гарри. Он беден, как церковная мышь. Я не шучу. Это по сравнению с остальными. Только посмотрите, у него нет никакой недвижимости. И совсем недавно появилась новость о том, что они расплатились с этим кредитом за виллу в Монте-Сито. Недвижимости у него теперь нет. Квартира, которая ему предоставлена в Букингемском дворце, это он там может жить. Но, как вы понимаете, она никак не может достаться ему в наследство. То есть, ни в Великобритании у него нет недвижимости никакой. От слова совсем. Нет ничего и в Америке, кроме этой самой небольшой виллы. Почему небольшой? Потому что по сравнению с остальными знаменитостями. И тут я припоминаю, что многие голливудские знаменитости, популярные личности, не хотят с ними дружить. Потому что они, что? Ну, правильно, да. Не только скандальные, но и бедные. Сейчас вы напишите, так им всем и надо. Он это заслужил. И я поддерживаю вас. Но британская королевская семья, это тот еще гадюшник. И принц Гарри из кожи вон лезет, чтобы хоть что-то заработать. Да, рассказывает гадости. А больше он-то ничего не умеет, ничему не обучился. Он-то думал, что родился практически с платиновой золотой ложкой во рту. Давайте перенесем свой взгляд в Швецию. Там те самые мои любимчики. Уверена, что они вам также нравятся. Я про наследного принца Филиппа и про его семью София Филипп. Они купили себе роскошный особняк в Швеции на свои собственные деньги. Молодцы. Деньги у них есть. А вот у Гарри по-прежнему нет. И сейчас, сегодня идет этот суд. Я снимаю. Еще неизвестно, что там у них за результаты. Он должен был появиться, этот принц Гарри. И еще в мае будет другой суд с другой газетой. Вот, ну не знаю, что он делает. Постоянно судится. Иди, зарабатывай деньги или тряси своего папу. Или налаживай с ним отношения и с братом, и с семьей. Добейся чего-нибудь хорошего, Гарри. Лейбористская партия в Великобритании. И там интересные люди водятся. Какие, спросите вы? Это те, которые говорят, что Итан это не заведение для будущего короля. Не подходит. Слишком-слишком приторно. Джордж должен посещать государственную школу. И об этом стоит позаботиться. Вот с такой инициативой выступали в правительстве. В парламенте, точнее. И что об этом думает королевская семья? Наверное, они посмеялись. Или напряглись. Как считаете? Джордж, который взаимодействует со своим младшим братом, принцем Луи. И кривит рожицы, когда тот балуется. Очень сейчас сильно обсуждается в СМИ. Потому что скоро коронация. И мы, скорее всего, увидим, как принц Луи плохо себя ведет. И как на это будет реагировать принц Джордж. Вот сильно это всех заботит. В Монако потеряли обручальное кольцо. А все заливаются скандальными заголовками. Так разводятся или нет? Ну, не знаю, что вам сказать. Потому что сейчас в Монако в княжестве проходят очень важные мероприятия. Это бал роз ежегодный. И посмотрите, в каком великолепии мы видим всех представителей княжеского дома Монако. Гремальди. Семейство практически в полном составе. И так они блестят, что можно ослепнуть. Уважаемые зрительницы, вы же прекрасно знаете, как к вам я отношусь. Люблю всех. Обожаю. Пожалуйста, обратите внимание на этот тренд. Блестеть нужно. Сумочки блестят. Обувь блестит. Платье блестит. Юбки блестят. Брюки блестят. Джинсы блестят. Очки блестят. Волосы блестят. Глаза блестят. И жизнь с блеском сейчас в тренде. И они все выгляделись в пайетке. Во все это блестящее. В парчу. Кто только там не блистал. Чей наряд вам нравится больше, обязательно пишите. Но в первый день, после всех этих слухов, они появились вместе. Я, конечно же, про Альбера и про его супругу Шарлен. И она вот так вот мило улыбалась. Такое, знаете, лаконичное платье с блеском. Мне кажется, ей очень даже к лицу. Что думаете, вы пишите? Ну, а на второй день мы уже не увидели ту самую Шарлен. И она исчезла, и кольцо исчезло. И опять. А значит, первый день он ее заставил. На второй день она не согласилась. Ну, вот, примерно в таком ключе это все обсуждается. Теперь, из-за того, что она не появилась с этим кольцом, и явно СМИ что-то знают, это будет обсуждать. И вот мы видим перед собой, конечно же, прошу обратить ваше пристальное внимание на руки Шарлоты Козеранги. Она, как всегда, в Шанель. Не обращаем внимания на эти розовые пели. Кому-то нравится, кому-то нет. Это тренд, на мой взгляд, ужасно. Но, с другой стороны, интересно. Сидит платье, как всегда, мешковато. Шарлота очень и очень стройная девушка. И помните, как все критиковали Кэтрин за ее оперные перчатки? Здесь мы видим белые атласные. Они более, конечно же, уместные. Я согласна с вашими замечаниями. Но, в любом случае, это такой тренд. Вот такие высокие оперные перчатки. Теперь, вот надо, не надо, все знаменитости, инфлюенсеры, все модели в них ходят. И даже в повседневной жизни. Любите вы перчатки или нет, пишите. Переводим с вами взгляды на Беатрис Баромео. Эта блондинка мне нравится. Она в Тиаре и она в Диор. Открытые плечи. Все очень и очень элегантно, дорого, богато, как сейчас в моде. Нравится вам или нет, обязательно пишите. Ну и, конечно же, Каролина, сестра Альбера, там также присутствовала. И она также поблескивала, как минимум. И выглядела очень и очень грустной. Она всегда такая серьезная, грустная. И она развелась окончательно, совсем недавно. Но я, по-моему, вам об этом говорила. Что касается Шарлен, на второй день она уже не появилась. Ну а Альбер всем раздавал улыбки. И, конечно же, княжеский дом отрицает любое расставание. Это неправда, пишут они. Надеюсь, мы вас порадовали этим приемом, который прошел в Монако. Какой образ выбираете, вы обязательно пишите. Ну а я хочу с вами попрощаться. Это был очень зажигательный, очень скандальный и чрезвычайно интересный выпуск на канале Дочи Ньюз. Смотрите нас, подписывайтесь, делитесь нашими видео. И спасибо еще раз, что смотрите. Хочу вас поблагодарить. И давайте встретимся завтра. Хорошо? Пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok